186 детей были ранены за время боевых действий на Донбассе. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. В базе гуманитарного штаба Рината Ахметова зарегистрированы 163 ребёнка, нуждающихся в помощи. Для них была создана специальная программа реабилитации. О её итогах корреспонденты событий. Единственная системная программа оздоровления пострадавших от войны детей Донбасса работала 8 месяцев. Основные направления, которые мы сейчас проводили по реабилитации, это восстановление детей после тяжких травм. Это восстановление опорно-рухового аппарата. Это восстановление внутренних органов после сложных операций. В первую очередь это также протезование и лечение неврологических заболеваний. Многие ребята нуждались в длительном лечении. 57 мальчиков и девочек в сопровождении взрослых прошли 21-дневные восстановительные курсы в лучших оздоровительных заведениях Украины. Многих из них штаб опекал с первых дней. Гуманитарный штаб Рината Ахметова подключается чаще всего в первые минуты трагедии, когда счёт о жизни или не жизни идёт буквально на часы и минуты. Мы полностью обеспечиваем лекарственными препаратами для операции, для восстановления. Милане Абдурашитовой 4 года. Она самая младшая из тех, кто участвовал в программе. После страшной трагедии в январе прошлого года, когда на Мариуполе обрушились залпы градов, она лишилась матери. Малышка чудом выжила, но её левую ножку пришлось ампутировать. Ночью не спала, возле манежа сидела. Она криком кричала, а каждую милосекунду звала мама. В 3 годика можете себе представить фонд Рината Ахметова? Я вам передать не могу. Как мы благодарны. Я кланяюсь, преклоняюсь перед их заботой, их милосердием, их действительно любовью. По данным международных организаций, почти полмиллиона детей проживают в зоне конфликта с риском для жизни. Из-за продолжающихся военных действий количество пострадавших растёт. Каждый раненый ребёнок – это наша общая боль, это наша беда общая. Ринат Ахметов знает об истории каждого раненого ребёнка. Он искренне переживает и помогает от всего сердца. Потому что раненому ребёнку невозможно помочь ей отойти в сторону. Со дня трагедии в Мариуполе прошло почти два года. Четырёхлетняя Милана снова научилась улыбаться и радоваться жизни, как обычный ребёнок. Владимир Конопля, Татьяна Блинова. События. Канал Украина.